Думаете, я идиот? Нет, друзья, я просто провожу обыкновенный тест. Какой именно тест? Краш-тест. Ведь крупнейшие автогиганты тратят миллионы долларов, чтобы испытать свою новинку на безопасность. Ну, в случае дорожно-транспортного происшествия. Тут, как говорится, молотком не обойдёшься. Ну, наверняка кто-нибудь из вас видел, как в замедленном действии врезается в стену какой-нибудь автомобиль, а? Собственно, как готовят краш-тесты, про это наш следующий сюжет в Галилео. Ничего не разглядели? Тогда вернёмся назад во времени. Это китайский внедорожник. Пока ещё совсем новенький. Но, как вы уже поняли, таковым ему осталось быть недолго. Впереди краш-тест. Пока автомобиль ждёт последний в жизни тюнинг. Нет, эти люди не собираются крепить хромированные дуги. У них задача поважнее. Они должны установить внешний спидометр. Как работает эта немного облупившаяся палка-измерялка, расскажем чуть позже. Последние метры, которые машина проделывает своим ходом. Бензобак до краёв заполняют водой. Вместо воронки – обыкновенная пластиковая бутылка. Ведь не красоты ради всё затеивается. Почему вода? Во-первых, от удара может произойти возгорание бензина. Ну, а во-вторых, количество вытекшего топлива подлежит измерению. Допускается утечка не более девяносто миллилитров в минуту. А вот, кстати, и водитель. Манекен Хьюбрид-2. Это максимально приближенная биомеханическая модель человека. Средний рост, средний вес. Все суставы работают точно так же, как и у любого из нас. Крепче за баранку держись, Хьюбрид. Внутри манекена установлены десятки датчиков, которые фиксируют повреждения. По этим проводам информация попадает в чёрный ящик, заранее установленный испытателями в багажнике. Теперь ни одно движение, ни один импульс не останутся без внимания чувствительной аппаратуры. Манекены, водитель и пассажир подключены. Теперь самое время провести диагностику системы. Зачем манекену красят губы? Чтобы хорошо смотрелся в замедленном действии? А почему бородка синего цвета? Тоже для красоты? Позвольте, а колени-то зачем красить? Обещали объяснить потом. А сейчас рассказали про внешний спидометр. Всё просто. Его длина ровно один метр. Два штыря, две кнопки. Штыри сбитые, кнопки отжались. Получаем точную скорость автомобиля. Теперь техника посерьёзнее. Три скоростных камеры устанавливаются с разных сторон, чтобы столкновение можно было разглядеть во всех деталях. Каждая такая камера снимает тысячу кадров в секунду, вместо двадцати пяти, как у обычной. Это даёт возможность замедлить действие в сорок раз. Смотрите, как падает лист бумаги из рук нашего редактора. Чтобы камеры включились синхронно во время удара, подсоединяются выключатели. А точнее, включатели. Это пары медных пластин. Когда машина врезается в барьер, контакты замыкаются, и камеры получат сигнал на запись. Скоростные камеры записывают всего одну секунду видео после включения. На всякий случай, камера постоянно сохраняет в буфере ещё сто миллисекунд. Итак, всё готово. Машину выкатывают на стартовую позицию. Здесь её подцепят к лебёдке, которая и разгонит машину до нужных шестидесяти четырёх километров в час. Старт! Машину выкатывают на стартовую позицию. 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 Время для этого автомобиля теперь остановилось Вряд ли какой-нибудь автосервис возьмётся за ремонт этой машины Но испытателей больше интересует, что стало с пассажирами Помните про краску? Теперь инженеры точно знают, какая часть тела куда врезалась при ударе Поэтому и красили всё разными красками Вот, например, след от удара коленом Ну а более точные данные можно получить по горячим следам из чёрного ящика Можно вынимать манекены После такого удара сделать это будет непросто Но против лома нет приёма И заклинившая дверь быстро сдаётся под натиском грубой силы Чёрный пакет на голову Ты ничего не видел На самом деле, чтобы случайно не стереть краску Теперь специалистам остаётся только навести порядок Конечные результаты краш-теста станут известны после обработки данных, полученных с манекенов Ну а о том, как это делают Вы узнаете в одном из следующих сюжетов передачи Галилео Краш-тест автомобилей я провёл Самое время заняться краш-тестом апельсина Так, друзья, проверяем апельсин на наш краш-тест Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Продолжение следует...